С самого утра оберчане целыми семьями направились на мемориал славы в Парк Победы. В руках цветы и флаги, на лицах улыбки радости. День Победы – чуть ли не самый любимый в народе праздник, ведь Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи. У многих воевали родственники, а те, кто не был на фронте, ковали победу в тылу. У нас в семье жил герой Советского Союза, мой дедушка Александр Павлович Телегин. И этот день для нас очень почетен, для нашей семьи. Моя мама с папой и сестрой идут к бессмертному полку, мы встречаем их здесь. Каждый праздник для нас – это с утра традиционные мероприятия, салют и поздравления ветеранов, цветы. Это самый важный день в году, я считаю. День Победы, конечно, для нас, для всех всегда был праздник. И при любой погоде мы всегда будем ходить на любые митинги, как бы там ни было, да, и что ни было. Этот праздник создает нам всем хорошее настроение, позитив. Мы здесь увидим много знакомых, друзей, поздравим все друг друга с праздником. И идем домой с очень хорошим настроением. Хотелось бы пожелать теплые слова благодарствия всем ветеранам, которые подарили нам эту победу и мирное небо. Пожелать им светлых, здоровых дней как можно больше и долголетия. На войне случались и привалы. Здесь солдаты могли отдохнуть, набраться сил и подлечить раны. Сегодня один из таких импровизированных привалов берчане могли увидеть своими глазами. В центре лагеря – госпиталь. Особой популярностью он пользуется у мальчишек. Какой сегодня праздник? Знаешь, что ли? День Победы. И что в этот день праздника? Ну, как солдаты воевали на войне и сражались. А кто победил? Россия. Здесь же в лагере солдатам приходилось и тренироваться перед опасными операциями. Сегодня на полосе препятствий детвора. Все пытаются примерить на себя армейский быт. Дружно штурмуют канаты и смеются. Не остается без внимания и детей, и взрослых – военная техника. Посидеть за рулем боевой машины – мечта каждого мальчишки. Родители спешат сделать фото на память. Ну, а для тех, кто проголодался, солдатская каша – отличный способ подкрепиться. Привал – это возможность восстановить не только физические силы, но и поднять боевой дух. Лучше всего это помогает сделать песни. И тогда, и сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова